Друзья танкисты, всем привет! Прошу прощения, что сегодня немножечко припозднился с долгожданным и крутым видео, но к сожалению вот так вот получилось. Сегодня я хочу вам рассказать про танк Хо Ви. Да, именно этого танка у нас не было еще в реплеях ни разу на моем канале. Что хотел бы сказать про этот танк? Танк реально крутой и я его обязательно себе выкачу и выскажу свое мнение про этот танк. Но на что хочется обратить внимание, танк с великолепнейшим орудием, это лучшее орудие поистине среди ПТ-САУ так точно. У него крутейшее сведение, у него отличная финальная точность, у него достаточно терпимая КД, 10,1 по-моему секунды. И при том всем, что эта ПТ-шка достаточно подвижна, тяговооружен и даже в какой-то степени маневрена, ребят. Ну, естественно, у нее маскировка не такая, как у объекта 268, но если бы еще и этот параметр был бы у нее крутой, так это вообще бы тут родом бы взвыл. Вы смотрите, какое хорошее сведение, то есть мы белки в глаз, прямо вот на такой дикой дистанции в 350 метров. Мы, в принципе, не знаем проблем с пробитием Е100, ЕСА4, потому что у нас ББ-шка пробивает всех и вся. Самое лучшее пробитие, в принципе, в игре. И смотрите, отличительной особенностью его является голдовый бронебойный снаряд. Если я не ошибаюсь, это нам говорит о том, что у него больше альфа, чем у стандартной ББ-шки. То есть здесь голда непорезанная, как у всех остальных танков, ну, не считая СУ-100У. И это реально круто, ребят, это очень круто. И вот только ради этого я хочу поюзать геймплей этого танка. Осколочно-фугасный снаряд вроде как у нее не очень, но это и не нужно. А вот, пожалуйста, уже прошло какие-то там какая-то минута боя, 276 уже накидано. И прошу обратить внимание, что нашего героя до сих пор не засветили. Наш герой до сих пор находится вне засвета и просто раскидывает налево и направо тяжиков. Эта ПТ-шка, конечно, крута в войне с тяжелыми танками, естественно, как и все. Ну, по крайней мере, большинство тяжелых, большинство ПТ-САУ, она будет очень сложно воевать против легких и средних танков. Но этого нам и не нужно. А смотрите, уже показываются Гриль-15 и Шеридан. И, как ни странно, противники не находятся на противоположной стороне и не накидывают в борт. В принципе, они все в зоне видимости нашего героя. И это просто какой-то танковый тир. Реально, вот такой бой я очень хочу, чтобы случился и у вас, в том числе, и у меня. Потому что для меня это огромная редкость. Смотрите, Т110Е5, который даже не думает подъехать к нашему герою. Уже получил однажды от него практически на 600. И не думает даже выезжать. Не думает упарываться, как это было бы в большинстве случаев. И танкует. Вот танкует. Хоришка реально круто из НАТО. Несмотря на то, что у нее рубка пробивается. Но вот какие-то небольшие мансования, небольшие довороты. И она уже, конечно же, рикошетит. Броня, хоть и не совсем прям такая уж читерная. За счет того, что она прямоугольная, как чемодан. Но за счет того, что в миллиметрах величина достаточно существенная. Вот эти все повороты, мансования, они, конечно, дают свои плоды. И смотрите, вживается сюда 30Б. Но, к сожалению, обидный промах. Но, вот смотрите, вот опять небольшой ромбик. И уже не пробивается. Особенно, если противники даже не думают заряжать голду. То есть, здесь танчик играется хорошо. Но вот сейчас пробивается через каточек. Да, и смотрите. И 593, и КД. Вы обратили внимание, как КД не чувствуется на этом танке? Вроде бы 10 секунд. Но, как-то вообще проходит мгновенно. И то ли АМХ-30Б совершенно не имеет понятия, как крутить ПТшки. То ли у него реально не хватает лошадей на ТОН. У него не хватает маневренности, чтобы закрутить такой очень и очень подвижный танк. Именно подвижный ПТ-САУ на своем уровне. Вот подвижность реально на высоте. И это реально очень сильно упрощает задачу. Потому что, ну, для ПТшки это очень важно. Например, вот когда пересаживаете из какого-нибудь даже Як-Панзер Е100 на Хори, вы чувствуете просто, знаете, как будто бы у вас там гора с плеч. Потому что, ну, там-то вообще неподвижная штука. И пока она развернется куда-то, ее 10 раз поставят на гусеницу. Здесь, конечно, это не так. Ну, и, к сожалению, по всей видимости, Объект 263 АФК. Но это даже не суть про то, что АФК в команде. Просто я хотел познакомить вас с этим танком. И японский танк, они реально приобретают другие краски. Что СТБ, что Хори, и СТшки, и ПТ. Они реально стоят вашего внимания. Обязательно заморозьтесь и выкачите себе этот танк. И смотрите, наш герой 6200 накидывает. 55% побед, 23000 боев, 1600 по аккаунте. Этот герой, как вы все уже помните, Дуэл Бёрч. Он не в первый раз у меня на канале. Спасибо тебе большое за реприлейт и кросс. Ну, и смотрите, то есть у нас 13000 урона половина делает наш герой. Что у нас по скилу АМХ-30Б? Ну, 52%, кстати, достаточно средний игрок. Я не знаю, почему он не смог среагировать. Ну, может быть, не хватило умения, чтобы закрутить. Может быть, реально не хватает скорости маневренности. Ну, например, у Шеридана, я думаю, что у него не состоит труда закрутить Хори. Ну, я так думаю. Ну, и смотрите, несмотря на то, что АФК в команде был у противников, да, тут сразу, все равно СТБ 397 урона делает. То есть это, в принципе, более-менее, это как-то компенсирует. Е-100, 419 урона. Как он стрелял, чем фугасом, что ли, непрошедшим, как-то очень жестко. Ну, и кто был в противоположной команде? 49% побед, 9000 боев. В Т110Е5 48% побед. Хотя он мог, в принципе, очень сильно поднасрать нашему герою, если бы, например, поджался бы этой горе и хотя бы давал бы свет. А так он получил, он примерно представляется, как у горы, в него накидывают. И все равно начал втыкать дальше на этом, за этим домиком или за этим кустом, я уже даже не помню. Так, Шеридан, который не поехал вообще. Понимаете, вот такие бои случаются, когда реальная команда противников, она не действует как обычно. То есть, они просрали направление средних танков. То ли они туда вообще не поехали, то ли они там в нулину слили. И это дает огромное преимущество. Потому что, когда ты видишь Шеридана на тяжелом танковом направлении, уже дает многое это понять. Ну, и Объект-263 АФК 49% начал и вообще 41% Е100. Да, команда противников не отличается умом сообразительностью. Ну, смотрите, наш Хэвик-то тоже при 11 тысяч боев имеет 43% побед. 52% побед, 215 бет 49% здесь в принципе битва разума была каких-то. Ну, как бы вы все видите, да? И наш герой, да, наш герой 55% побед. Все, ребят, спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал. Это очень важно для того, чтобы продвигать видео вперед, для того, чтобы наша аудитория поскорее подросла, хотя бы там до 5000 в ближайшее время. И над вебкой ссылка на мою почту. Отправляйте туда свои реплейсы после боевой статистики. Пожалуйста, вкратце в теме письма пишите. Танк уровень, нубка. Либо, наоборот, вы на дне списка. Это очень важно для моих отборов, реплеев, для просмотра. Все, ребят, всем спасибо. Всем пока-пока. Хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok